Здравствуйте дорогие зрители, вы на канале Аполл Эксплейс, с вами его ведущий Абрахман. Итак, я кое-что опять же придумал, сидел-сидел и придумал. Но конечно не радует то, что в последнее время нету актива у меня на канале. Я буду очень рад, то есть я для вас стараюсь, а актива нету. Я буду очень рад, если вы поддержите мои ролики, если вам обязательно, конечно же, это нравится, подписаться, лайком и подпиской на канал. Это очень сильно помогает, то есть продвигать ролик в топы. Итак, я попросил у ребят, то есть именно дайпоим кушок, чтобы сделали новый аккаунт и туда сделали души. Можно сказать, что путь хакера. То есть именно будем готовить аккаунт для розыгрыша, то есть среди вас. И сейчас у нас доступен набор, элитный набор мастера единоборств. Как вы уже понимаете, что элитные это алмазные персонажи. Итак, у нас из алмазок мастера единоборств. Это тут, конечно, исключением Люкан Бога Огня. Он только за донат падает, МК-1, Саб-Зеро и Скорпион. Я точно не знаю, потому что у них свой отдельный пак есть набор. Джокер тоже донатный персонаж, скорее всего, ударной группой Скорпион, Ассиасин Джейд, Ронин Кенши, Круготяни Люкан. Классический Люкан достать было бы неплохо, тоже Ронин Китана, Черный Дракон Тремор и так далее и тому подобное. В общем, достать этих персонажей в классический Рейн падает ли. Не знаю, у некоторых блогеров я смотрю, что они якобы утверждают, что я достал Люкана Бога Огня. Типа классического Рейна и так далее. Сегодня узнай миф или легенда, или правда. И, в общем, как обычно по традициям, должен сказать, что у меня на прошлом розыгрыше разыгрывал 5К душ, либо Android, либо iOS, выиграл TikTok. И прошу обратиться, если ты смотришь ко мне по ссылкам в описании, либо Telegram, либо ВК со скриншотами, что YouTube канал твой и прошу забрать свой приз. И, как обычно, новый розыгрыш участвовать могут обе платформы, и Android, и iOS. От вас требуется только посмотреть этот ролик от начала и до конца. По желанию, то есть было бы хорошо, если бы вы поддержали ролик лайком и подпиской на канал. И обязательно написать в комментариях слово «участвую» и всё, что вы захотите. И по ссылкам в описании перейти и вступить в The Point Show. Это тоже обязательно. Итак, если вы готовы, мы начнём качать аккаунт и посмотрим, что же будет, какой же пак опенинг будет вместе с вами сразу после рекламы. Всем приятного просмотра. Если ты устал от мошенников, то я тебе советую магазин игровой валюты The Apo MK Shop. Именно здесь ты найдёшь всю услугу MK Mobile не только для Android и на iOS. Прямо сейчас у них идут скидки на весь их товар 50%. А если к ним будешь обратиться по моим ссылкам и с моим промокодом в описании, то ты получишь за каждый свой заказ бесплатно 500 душ. Терзай! Ссылка будет в описании. Так, как вы уже наверняка поняли, что аккаунт новый. Тут только 10 тысяч душ и даже нету первой алмазки. Итак, теперь можно будет вспомнить, какова была, когда я достал первую алмазку. И открываем первую десятку. Тут можно, как наверняка уже знают большинство из вас, что набор по ограниченному времени. И то есть по количеству тоже. Только 20 штук можно будет приобрести. Лайк за успех, а мы начинаем первый набор. Вау! Извините. Вау! Круготени Люкан с первого раза. Такого еще у меня не было. Сейчас я в шоке. Пассивное умение. Губительная тема. Тема, то есть. В начале боя шанс к тысячу за рулю Кана. А вен 100% противнику оглушен на 30 секунд. Офигенный персонаж. Я помню, как он... Его тоже можно было, то есть, купить из Война Фракции за рубины. Это было в классные времена. Итак, надеюсь, второй набор тоже нам принесет что-то годное. И тут Смук Триборг. Думаю, лучше, чем... Девора, не знаю, какая-то. Или же Эрмак. Не знаю, возможно, кому-то нравится Девора больше, чем Смук. Или же Эрмак больше, чем Смук. Если вам нравится, напишите, кто вам больше нравится и зачем, и почему. То есть, именно. Джеки Брикс костюм. Я помню, как этого персонажа... То есть, нам продали по 20 долларов. Это было очень давно. Но тоже персонаж очень хороший. Имеются несколько фаз. То есть, может превратиться в Саб-Зиро, Скорпиона. То есть, абсолютно во всех классических ниндзь. Авторшок Тремор. У меня, когда я делал топ 10 золотых персонажей в десятку, он занял у меня второе место. Если не посмотрел, ссылка будет наверху, впереди. И посмотреть десятку. То есть, золотых персонажей. Очень отличный персонаж. Даже против боссов. Итак, у нас по счёту, какой идёт? Четвёртый набор, да? Четвёртый набор. У-у-у-у-у. Ещё алмазка. Ронин Китана. Отличный персонаж, на самом деле. Тридцать процентов к атаке против представителей внешнего мира. За каждого Ронина в отряде. То есть, я помню, когда ещё отряд Ронинов был золотым. Ронин Китану, если взять и взять Сектора. Нет, Сайрекса Триборга. Можно было достичь слишком высокий ранг критического удара. Они помогли. То есть, любому персонажу вместе можно было с ними ставить в один отряд. Стрелок Кунзин. Я вижу, нам просто ведёт пока что. Обычная стрела тоже отличный персонаж. За него играл немало, когда был новичком. Особенно его завершающие атаки оглушают. Иногда поджигают. Просто там рандомный какой-то спецэффект, как можно сказать. Огненные кулаки Люкан. Достаточно неплохой персонаж, но, как по мне, не мой вкус. Как это объяснить, я не знаю. Пишите в комментариях, если вам не лень. Было бы интересно, вам нравится ли Люкан огненные кулаки или же нет. Если да, то почему. Предательница Таня. Очень отличный персонаж. При любом успешном спецприёме Таня отключает карту. Снаряжение противника, истощение силы меньше сказывается на союзниках Таня. То есть, как вы поняли, она отключает карту. У боссов тоже раньше можно было, потом уже когда-то запретили, потом ещё можно было. Если у вас Таня, предательница, была на их слиянии, за неё можно было смело нагибать боссов. В любых башнях, как говорится. Афтошок Тремор нам на слияние падает. Отличный персонаж. Нормальный персонаж, мне нравится. Итак, у нас последний набор. Получается, мы только две алмазки, да, достали из десятки. Ромин Китану и кто ещё там? Люкан, да, Кругатини. Он раньше был тёмный властелин. Чё-чё-чё-то я забыл. Кто помнит, кто Олд, Олды, напишите в комментариях. Как его звали до того, как он был Кругатини. Когда его можно было за рубины воинов фракций покупать. То есть, достать за рубины. Да, у нас из десятки две алмазки, но скажу, что даже не очень плохие, а отличные алмазки. Не знаю, как по мне, отличный дроп у нас сейчас получился. И давайте ещё десятку откроем, да. Почему нам открыть какие-то, не знаю, наборы за монеты и так далее. Не думаю, что от них есть толк. Ну, пока не хочу эти наборы открыть, а просто хочу сам набор без проверки бага. Просто сам набор открыть и поинтересоваться, что там и к чему. Ну, что-то стало интересно. Ассасин Джейд, вау! Ассасин Джейд, одна из самых топовых, не только среди женщин, а именно... Не только среди девушек МК Мобайла, а среди всех алмазовых персонажей, одна из самых сильных карт. Потому что она практически от всех завершающих и от всех спецприёмов она уклоняется. И так бесит просто, когда напротив попадается. Просто я не могу это объяснить. Ханзо Хасаши Скорпион, просто офигенный персонаж. У него завершающие комбо удары могут быть огненными и поставить на противника кровоотечение или же огонь. Но не будет полезным против таких персонажей, как тёмный Рейден и МК-11 Джейд. И нам падает слияние на Смок и Триборг. Отлично, качаем пока что аккаунт. Завтра у нас... Нет. Скоро уже или третьего, или четвёртого у нас был итоги крутого аккаунта, где есть 3 икс слияния алмазовых персонажей. Инжасис Скорпион, думаю, один из ховно персонажей в среде. Не только золотых. И вообще, не знаю какой толк от него. Я вообще за него даже не играл у себя на, как говорится, основном аккаунте. И пока что достали одну алмазку. Сектор Триборг падает отлично. Тоже он даёт Триборгам. То есть, давайте я вам прочитаю лучше. Все Триборги в вашем отряде дополнительно используют огонь при выполнении спецприёма 1. Кроме того, все бойцы в вашем отряде наносят на 30% больше урона огнём. То есть, он ДП даёт огонь на Триборгов. Это тоже отличный дроп, я считаю. Я даже не помню, когда так радовался дропом. Ниндюцу Скорпион. 30% к атаке для мастеров Единоборств. Не знаю. Возможно, будет полезным для того, кто выиграет этот аккаунт. Но я бы не был особо рад. Не знаю. Когда у тебя аккаунт слишком уже сильным становится, ты начинаешь меньше радоваться дропом. Поэтому я теперь при покопенинге у ребят спрашиваю, чтобы они сделали новый аккаунт, чтобы эмоции были настоящими. Когда ты сам не можешь себя радовать, уже зрителям это донести. Бывает сложно. Я хотел сказать пассивное умение Гонг Варби. Холодная война с Абзиро. Отличный персонаж. Я даже помню, у меня был донатный аккаунт. Я его покупал за 20 долларов. Представьте. Ну, там был, конечно, 100% на рандом алмазку. И я его купил за 20 долларов. А тут он нам падает, конечно же, за бесплатно. Отличный персонаж. У нас по счёту, какой идёт второй алмазка. Вторая алмазка сейчас нам падает. Итак, остаётся два набора. Надеюсь, ещё хотя бы одного алмазного персонажа сможем достать. Ниндзюцу Скорпион на слияние. Нормально. На молотку Невана, на Шалкана. То есть, это карта поддержки. Для здоровья, по-моему, было. Я не обратил внимания. И тут... Удюцу Кундзин. Кундзин получает силу, когда блокирует атаки. Я даже вот вспомнил сейчас, как за него вообще уничтоживал всех. То есть, не поймите неправильно, он у меня был единственным персонажем, когда я был новичком. Ассасин Джейд и у нас Холодная Война Саб-Зиро. Получается, из 20 наборов 4 алмазки смогли только достать. Но, конечно, самых топовых, как говорится, нормально, нормально. А вот у нас ещё 1000 душ остаётся в запасе. Итак, в магазине можно приобрести Ермака. Давайте купим, почему бы нет. Возможно, будет полезным. То есть, для тех, кто не понял, когда же будет розыгрыш на аккаунт, теперь я буду каждый раз качать аккаунты для вас. То есть, как это? Например, сейчас мы начали открывать набор и качать аккаунт. Именно тогда, когда доступен набор, элитный набор, мастер один набор. Когда ещё раз он вернётся, уже будем разыгрывать. И так каждый раз я попытаюсь среди вас разыграть эти аккаунты, чтобы и вам было полезно, чтобы и вы, то есть, у вас был аккаунт и для меня, чтобы был актив. Ханзо Хасаши Скорпион, Автошоп Тремор, и вот из алмазок Ассасин Джейд, Круга Тени Лю Кан, Ронин Китана и Холодная Война. Уже у нас 4 алмазки есть, нормально. Уже смело можно проходить и играть, как говорится. Нормально, Война Фракции даже, возможно, некоторых испытаний пройти. И на этом у меня всё. Всем спасибо за просмотр. Кто посмотрел ролик от начала и до конца, поддержал ролик лайком и комментарием. Я надеюсь, скоро увидимся. Всем мира и добра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok